Разных вузов для программистов достаточно много, но где-то устаревшая программа, где очень много ненужных предметов, где-то делается слишком сильно упор на математику, где-то очень много ребят отчисляется, а где-то вообще не имеет смысла никакого учиться, потому что не дают никаких абсолютно знаний. Благодаря достаточно сильному IT-комьюнити вокруг меня, благодаря моему достаточно немаленькому телеграм-каналу, моему ютуб-каналу, я смог собрать плюс-минус объективную информацию, где стоит получать прогерское образование. В данный момент я являюсь основателем HR-компании, которая в основном находит сотрудников и разработчиков в IT-компании, а также у меня есть своя студия веб-разработки, то есть мы делаем сайты и приложения. Поэтому, как мне кажется, я в принципе могу что-то полезное вам сейчас рассказать. Всем привет, это Глеб Соломин, и мы сейчас будем говорить про вузы для программистов. Первый немаловажный аспект, на который смотрят при выборе вузы, это зарплата выпускников после окончания. И на самом деле, ни для кого не секрет, что чем раньше ты начал работать, чем лучше ты суетишься, чем лучше крутишься и получаешь информацию, тем и выше твои зарплатные возможности. Но все равно от вузов что-то да зависит. Студенты МФТИ, Высшей школы экономики, Бауманки и Иннополиса, также СВБГУ, сказали мне примерно одно и то же. Если начинать работать примерно на втором курсе, то во время стажировок ты будешь получать около 40 тысяч рублей. Далее, к четвертому курсу или уже после окончания, твоя зарплата, возможно, уже будет около 200 тысяч рублей. Но студенты МФТИ сказали, что они уже даже на стажировках могли зарабатывать по 60-80 тысяч рублей. Однако, если студент во время обучения в вузе уделял время только учебе, то, скорее всего, у него не будет таких зарплатных перспектив. Так как всем компаниям необходим опыт в виде работы в какой-то уже другой компании или в виде решения каких-то кейсов или собственных проектов. Компания Superjob предоставила рейтинг IT вузов на основе зарплат выпускников. Как вы можете видеть, МФТИ лидирует и обгоняет МГУ и остальные вузы. Теперь поговорим про конкретные компании, в которые устраиваются выпускники тех или иных вузов. Я сделал небольшой опрос и срез по своим подписчикам и примерно вот что получилось. Выпускники ВШ и МФТИ часто идут в Яндекс, ВКонтакт и Тинькофф. Выпускники ИТМО в Яндекс, JetBrains, Google, Facebook. Студенты Иннополис в МТС и Сбербанк. Студенты Политеха в Одноклассники и в Делл. Студенты МИФИ в Атомную область, Банкинг, Консалтинг и Финтех. Студенты Бауманки в Сбер и в Тинькофф. Теперь поговорим про отчисления. Студентов отчисляют чаще всего из-за не сданной сессии. Это неудивительно ни для кого, но также часто ребята уходят по своему желанию, когда они понимают, что вуз им не нужен, и они в принципе и так уже устроились и прекрасно работают. Но все-таки обычно уходят из вузов не по собственному желанию, и мы будем рассматривать скорее этот кейс. И сейчас я скажу, какую информацию мне удалось для вас собрать. К примеру, в Бауманке в первый год уходят 20% студентов, в МИФИ 10-15% учащихся по тем или иным причинам покидают вуз, в ЭТМО 30-40%, в СПБГУ треть, в Политехе 40%, в Иннополисе около 30%, в МФТИ и ВШЭ отчисляют из-за неуспеваемости примерно 10%. Но опять же, я не могу привести точную статистику, и все, что я сейчас сказал, это со слов моих подписчиков. По моему субъективному мнению, рекорд по отчислениям должен быть в МФТИ, а не в Политехе. Ура! Побегаем! В данный момент я обучаюсь в магистратуре высшей школы экономики на полностью англоязычной программе. Я начал для себя замечать, что мне иногда трудно понимать преподавателей на лекциях. Мой уровень английского языка всегда оставлял желать лучшего. Еще со школы мне было тяжело погружаться в язык, поскольку там все построено на зазубривании, и это слишком скучно. Сейчас я пытаюсь найти такой вариант изучения английского языка, чтобы тратить на это как можно меньше времени. Рекомендации YouTube подкинули мне видео Алекса Рубанова. Это основатель онлайн-школы English.com, который сказал, что за 15 минут в день можно овладеть языком на хорошем уровне. Я сначала не поверил, но попробовал проверить и записался на бесплатный первый урок на сайте онлайн-школы. Прошло отлично, я как будто погрузился в языковую среду, и в этом очень помогла разговорная практика. Я был в восторге и от себя, и от методики. Специально для моих подписчиков у Алекса есть подарок. Это закрытый интенсив хитрости в английском, в котором находится клай здесь информации и лайфхаков, чтобы выучить английский быстро и недорого. Чтобы получить подарок, зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар по ссылке в описании и обязательно подтвердите регистрацию на почте. А уже на самом вебинаре Алекс подробнее расскажет вам о том, как заговорить на английском языке всего за два месяца, занимаясь всего 15 минут в день, о том, как запоминать сотнями новые слова, исправить типично школьное произношение и легко разобраться со сложными грамматическими темами. Рекомендую вам, чтобы не забыть, прямо сейчас поставить видео на паузу, перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться. Теперь поговорим про стажировки, какие вузы дают больше возможностей для стажировки в крутых компаниях. Высшая школа экономики Иннополис организует очень много стажировок и студентам очень часто поступают предложения принять в них участие. Также пользуется популярность учеба по обмену, но по понятным причинам сейчас этого уже гораздо меньше. В ЭТМО, в Питерском политехе, в МФТИ, в МИФИ, в СПБГУ, в МГУ стажировки тоже есть, но не так популярны и разнообразны. Теперь поговорим про совмещение работы и учебы. С какого курса вообще реально выходить на работу, чтобы это не сказалось пагомно на учебе? Что касается таких вузов, как Вышка, МФТИ, МГУ, политех, Питерский, СПБГУ, то учиться в них будет довольно сложно, особенно на первых двух курсах. В основном ребята выходят работать на неполный день, начиная с третьего курса. В таких вузах, как Иннополис, ИТМО, МИФИ, МИСИС, процесс обучения в среднем занимает чуть меньше времени, благодаря чему студенты выходят на 23 часов уже со второго, а то и с первого курса. Конечно, все зависит от конкретного человека, но в среднем получается как-то так. Еще в моем подкасте Станислав Шапочников, профессора МИХМАТа МГУ, говорил, что учебу и работу совмещать не стоит, поскольку Вы должны накопить знания, чтобы потом сразу выходить и быть мощным специалистом. Но тут уже, конечно, у всех свои жизненные ситуации, и каждому решать, нужно самому работать или нет. А теперь поговорим про ненужные предметы. Если говорить о самом процессе обучения, то стоит обратить внимание на учебные планы и понять, что в некоторых вузах, к примеру, таких как Бауманка, МИФИ, МИСИС, кроме программирования и математики, придется уделять достаточно много времени физике и предметам, не связанными напрямую с IT. Многие абитуриенты обращают внимание как раз на этот факт, из-за чего делают выбор не в пользу данных вузов. Соответственно, по другим прогерским вузам ко мне жалоб не поступало, что у них очень много непрофильных предметов, но по моему опыту непрофильные предметы есть практически везде, но, видимо, в вузах, которые я ранее перечислил, их больше. Теперь поговорим про современность преподавания в разных вузах. Актуальность преподаваемого материала тоже у вузов разная. Института с наиболее современным образованием – это вышка МФТИ, Иннополис. Там курсы обновляются ежегодно, и многие преподаватели сами работают в IT-сфере. В МГУ, в Питерском политехе и ТМО по некоторым предметам уже можно встретить немного устаревшие предметы. В МИФИ, БАМАНКЕ, МИСИС еще больше, по словам моих подписчиков, материала, который давно устарел, и преподавателей, которые отстают с современных трендов. Теперь поговорим про отношения преподавателей и общий контингент в вузах. Стоит отметить, что в таких вузах, как Высшая школа экономики, МФТИ, ИТМО, Иннополис, преподаватели относятся к студентам в среднем достаточно уважительно. Да и сами учащиеся больше мотивированы и нацелены на учебу. Говоря о МИСИСе, СПБГУ, МИФИ и БАМАНКЕ, сложно сказать, что все преподаватели относятся к студентам с пониманием. Тут взаимоотношения чуть хуже, чем в вузах, про которые я ранее говорил. И здесь больше тех студентов, кто с большим удовольствием проведет свободное время в баре, чем за планированием новых проектов. Теперь поговорим про поступления. Также является важным аспектом, что в такие вузы, как БАМАНКЕ, МИФИ, МИСИС, СПБГУ, Политех, на большинство программ поступить на бюджет намного проще, чем Высшую школу экономики, МФТИ и ИТМО. Но при этом почти в каждом вузе есть программы, на которые проходной в районе 300. Примерные проходные баллы на бюджет для ориентировки в 2021 году. БАМАНКЕ, ПМИ 272, ПИ 291, Высшая школа экономики, ПМИ 304, ПИ 289, БИ 296, ПИ 291, МФТИ, ПМИ около 300 баллов. Колоссальные баллы, но для того, чтобы поступить, скорее нужно тащить олимпиады, чем нацеливаться на ЕГЭ. А теперь перейдем к самому, как мне кажется, основному, чему учат в каждом из вузов, по словам моих подписчиков. В ЭТМО делается меньше упор на математику и в каждом семестре есть хоть какой-то предмет, связанный с программированием. Может показаться, что не хватает внятно прочитанных фундаментальных предметов ангем, матан и основы ЭВМ и так далее. В СПБГУ делается упор на математическую базу в разных форматах. Матанализ, алгем, дискретка, теорвер и так далее. Также проходятся базовые вещи в IT. То есть нет упора на что-то конкретное, все дается понемногу. Машинному обучению фронтенду не учат, для бэкэнда во время учебы какие-то задания дают. Говорим про высшую школу экономики. Тут идет упор на все. На первом курсе много теоретической подготовки. На нее делается очень серьезный упор, а на более старших курсах в учебных планах появляется больше практики. На ФКН-ПМИ, например, больше упора на теоретическую подготовку, чем на ФКН-ПИ. На данной программе студенты выполняют больше практических задач. В первую очередь ФКН должны рассматривать абитуриенты серьезно, еще раз подчеркиваю, серьезно заинтересованные в исследовательских знаниях и таких сферах, как анализ данных и машинное обучение. На ПМИ. Но и на ПИ все это можно найти. В МФТИ дают обширную хорошую математическую и прогерскую базу, которую дальше можно применять множеством способов. Как мне многие выпускники МФТИ говорили, МФТИ дает возможность заниматься практически чем угодно. Там дают шикарный фундаментал, и ты реально выходишь специалистом, на которого хантят вообще куда-либо. В Нополисе основной упор в обучении идет на практику. Сразу после получения знаний студенты применяют их на практике. Очень много мероприятий на team building, также есть software engineering, базы данных, структуры данных на Java и полезные курсы по сетям. Бауманки пичкают базой. Огромная туча бесполезных предметов. Из толковых, более-менее современных предметов языки программирования только в третьем семестре. Математика хорошая. Главная ценность для программиста Бауманки – это технопарк от ВКонтакта. В МИФИ преподают основы языков, зависит от факультета. Java, C, Python, основы алгоритмики, базы данных, методы машинного обучения, паттерны проектирования. Также в пакет входят системы контроля версий и веб-разработка. В МГУ на третьем курсе идет распределение по кафедрам. Всего на ВМК есть 19 кафедр, и при желании человек сможет получить образование почти во всех областях. ML, системное программирование, математическое моделирование, плюс наличие сильных базовых курсов позволит человеку быстро освоить любую заинтересующую сферу. Ну, как многие выпускники ВМК говорили, что все-таки там достаточно много бесполезных предметов, которые стоило бы убрать, которые, скажем так, не имеют практического назначения. Но каждый ВУЗ идет за своим, поэтому, не знаю, это минус или, скорее, может, плюс. В Питерском политехе упор идет на получение знаний во многих областях. Нет ярко выделенного уклона к программированию. Также ребята в рамках обучения занимаются разработкой программных обеспечений. На самом деле, вот информацию, которую я сейчас говорил про то, как преподают в каждом ВУЗе и какую информацию плюс-минус нам дают, этого очень мало, и я сказал очень жато. Чтобы с этим как-то получше ознакомиться, все-таки я рекомендую пообщаться или с моими подписчиками в чате моего телеграм-канала, ссылка обязательно в описании будет, или поискать самим ребят там ВКонтакте по поиску и еще вот что-то попытаться придумать по этим топовым ВУЗам. Но самое основное я все-таки сейчас попытался рассказать. Теперь поговорим про топы. Топ-5 лучших IT-ВУЗов в России по рейтингу Times Higher Education 2021 года. На первом месте традиционно идет МГУ, на втором месте МФТИ, на третьем месте Вышка, на четвертом месте Питерский Политех и на пятом месте Бауманка. Как вы знаете, топы составляются по абсолютно разным критериям, и тут ничего нельзя точно сказать. Выбирайте ВУЗ, трезво оценивая, будете ли вы работать, потянете ли вы материал на данном факультете, сможете ли вы общаться с преподавателями советской закалки. Тут очень много разных аспектов. Надеюсь, я хоть что-то полезное вам дорассказал. Если вы с чем-то не согласны или хотите что-то дополнить, чтобы ребята прочитали и узнали для себя что-то по какому-то из ВУЗов, то обязательно пишите это в комментарии. Это будет очень полезно. Также, если вы уже закончили или работаете программистом, то можете закинуть мне свою резюмешку и, может быть, мы вас куда-то устроим. Почта, куда отправлять резюмешку или телеграм, будет в описании. Также, если хотите попасть в команду наших разработчиков, то тоже пишите туда. И самое главное, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой ютуб-канал, слушайте мой подкаст Соломина про саморазвитие, бизнес и образование, и обязательно досматривайте каждое видео до конца. Успехов вам! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok